Здравствуйте, Юлия Александровна. Лето у нас пора ягод, и все мы любим в это время полакомиться свежими и вкусными ягодами. Ассортимент на рынках и в магазинах большой. Где все-таки лучше покупать ягоду? Вот подскажите нам, пожалуйста. Ягоду, будет то виктория, черешня или любой другой продукт, лучше покупать в установленном стационарном месте. То есть там, где есть условия для хранения, для реализации, ну и другие условия для покупателей, чтобы можно было правильно сделать выбор. В стационарном торговом объекте можно при наличии обоснованных выводов запросить у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции. В нестационарных местах таких документов, к сожалению, никто вам не предоставит. Скажите, какие ягоды лучше всего выбирать, на что обращать внимание и что делать, если дома уже обнаружили, что ягода оказалась не совсем свежая и качественная? Ну, конечно, прежде всего нужно обращать на то место, опять же, где ты приобретаешь эту продукцию. В каких условиях продукция хранится до того, как ты положил ее в свой кулечек и принес домой. Опять же, обращать внимание на внешний вид продукции. То есть если ягода уже с признаками некоторыми порчи, допустим, хвостик у нее оторванный, то условия хранения и срок хранения такой продукции будут значительно короче. И если по приходу домой потребитель увидел, что обнаружил признаки некачественного продукта, то у потребителя всегда есть право. Первое – это вернуть приобретенный товар продавцу и, написав при этом претензию. Второе – обратиться в Роспотребнадзор после реализации своих прав по закону о защите прав потребителей о претензионном порядке. А скажите еще, вот как лучше ягоду мыть? Стоит ли использовать для этого какие-то моющие средства, может быть, мыло или вообще без всего? Ягоду, как любой другой плодо-овощную продукцию, нужно мыть. Если мы говорим, чтобы обезопасить от паразитологических явлений, то гладкую ягоду можно помыть с мыльно-содовым раствором. Если мы говорим про такую ягоду, как Виктория, то ее достаточно помыть под теплой водой. Как правильно хранить ягоду, чтобы она дольше сохранилась и не потеряла своих полезных свойств? Конечно, правильно, чтобы получить те витамины, которые есть в свежей ягоде, правильно ее нужно еще употребить. Желательно, и такие рекомендации врачей есть, желательно употребить эту ягоду непосредственно после приобретения, чтобы она долго не хранилась. Но все-таки, если позволяют условия хранить эту ягоду, то ее можно хранить, но обращать внимание на то, чтобы хвостик у ягодки, будь то Виктория или черешня, это будет плодоножка, чтобы она была не оторванная, а на самой ягоде. И если ягода имеет какие-то повреждения, целостность ягоды нарушена, то, конечно, такую ягоду лучше не кушать и тем более не хранить. И важно еще помнить, что ягода – это сезонный продукт. При некоторых особенностях здоровья, в состояниях здоровья, опять же, все зависит от возраста, могут наблюдаться различные обострения хронических, допустим, заболеваний. Помним, что в острой фазе гастрита ягоду мы не употребляем. Если у гражданина есть такой диагноз, как сахарный диабет, то в больших количествах от черешни тоже лучше отказаться. И, конечно же, если это маленькие дети, то в больших количествах ягоду не употреблять, потому что она может вызвать симптомы диареи. Спасибо большое, Юлия Александровна. Будем обязательно следовать вашим советам.